В этом видео мы поговорим, как, используя нативный JavaScript, то есть без использования различных библиотек, мы можем взаимодействовать с сервером через асинхронные запросы. И в этом видео мы разберем два способа. Это XShar и метод Fetch. Поэтому давайте начинать. И первое, что я предлагаю сделать, я предлагаю придумать какой-то URL, по которому мы можем делать асинхронные запросы. Для этого присутствует, например, такой сервис, который называется jsonplaceholder.typecode.com И что такое jsonplaceholder? Это fake online REST API для тестирования и прототипирования. То есть для нашей задачи разобраться, как мы можем отправлять различные запросы, это более чем подходит. И если мы посмотрим ниже, то присутствуют различные примеры и различные ресурсы. То есть, например, в нашем случае мы будем пользоваться URL users. Я открою его в новой вкладке, и на выходе мы получаем вот такой JSON. То есть у меня сейчас стоит плагин, который называется, по-моему, да, jsonview. Он называется, который берет и преобразовывает JSON в такой читаемый формат. Но вы, скорее всего, увидите здесь просто обычный текст. Нам здесь важно, что по данному URL-адресу мы можем получить вот такой набор данных. И поэтому мы будем работать именно с данной строчкой. Я ее копирую отсюда и переношу в WebStorm. Допустим, я создаю переменную здесь request.url, и в нее, например, занесу вот это значение. То есть мы будем делать запросы по данному URL-у. И, по сути, все на самом деле очень просто. То есть мы говорим в JavaScript, что мы хотим сделать запрос по какому-то адресу, передаем ему строчку, настраиваем запрос, что мы сейчас с вами разберем. И в фоновом режиме будет запрос уходить. И дальше мы будем ловить ответ с сервера. Возможно, звучит это сложно, но давайте я покажу, что в действительности это не совсем так. Первый способ, который мы разберем, как я и говорил, это объект, который называется XShar. Что такое XShar? XShar это аббревиатура от XMLHttpRequest. В принципе, достаточно говорящая. И поэтому, кстати, я и создал файл, который называется XShar. Обычно мы создаем переменную XShar через конструктор глобального класса XMLHttpRequest. Таким образом. И дальше мы можем работать с инстансом данного класса и, соответственно, отправить какие-либо запросы. Для этого нам в первую очередь необходимо у объекта XShar вызвать метод, который называется open, который возьмет и как бы откроет это новое соединение. И первым параметром нам сюда нужно передать метод, по которому мы будем делать запрос. Что такое методы? То есть существуют базовые методы, такие как get и post. То есть любые запросы, когда мы, допустим, открываем какую-то страницу в интернете, это get-запросы. Допустим, если мы сабмитим форму, то это post-запросы. Но при этом в REST API присутствуют еще такие запросы, как put, patch, delete и там еще, по-моему, есть. То есть идея заключается в том, что мы, выбирая определенный метод для запроса, говорим, что именно нужно сделать. То есть get предназначен для получения каких-либо данных, post для создания, delete, соответственно, для удаления, put для полного обновления элемента, патч для частичного обновления элемента и, по-моему, все. Соответственно, мы первым параметром сюда просто передаем строчку get, потому что в данном случае мы сейчас разбираем, как получить какие-то данные с сервера. Но также в этом уроке мы разберем, как работать с post-запросами, потому что там есть своя особенность. И вторым параметром сюда мы передаем строчку, которая является URL. В нашем случае это request URL. Но теперь, если я все сохраню и открою браузер, а проект у меня на самом деле очень простой, присутствует пустая страничка HTML и в ней подключен скрипт. То есть если я открою именно эту HTML-страничку в браузере, то я не увижу вообще ничего. Потому что недостаточно просто открыть данный запрос, его также нужно еще и отправить. То есть здесь я обращаюсь к этому объекту XHR и вызываю метод, который называется send. То есть сюда мы его отправляем. И теперь, если я обновлю страницу в браузере, то мы все равно ничего не видим, но это логично, потому что в консоль мы ничего не выводим. Как же с помощью Chrome DevTools нам проверить, что действительно запросы эти уходят? Для этого, возможно, вы знакомы с вкладкой elements. Здесь можно смотреть структуру дом-дерево. У нас есть консоль, где мы можем что-либо приписывать в консоли. У нас есть source, где мы можем, допустим, посмотреть исходный код данного приложения. Например, в файле XHR присутствует такой код. Но у нас также присутствует вкладка network, которая, по сути, говорит нам, какие сетевые запросы уходят в фоновом режиме. И, например, здесь видно, что я поставил сейчас фильтр по JavaScript. Видно, что мы загружали файл XHR.js. Но также здесь присутствует поле all, то есть здесь будут показываться все запросы. Но есть поле XHR and fetch, то есть показываются XMLHTP-реквесты и, соответственно, fetch-запросы. И если я поставлю фильтр по этим запросам, то мы видим, что у нас тут присутствует строчка users. И давайте пока я его раскрою. То есть это тот запрос, который ушел в фоне. И пока что перейду во вкладку headers. То есть посмотрим информацию про данный запрос. Здесь видно, что в поле general у нас присутствует поле request url. И тут присутствует тот url-адрес, по которому мы делаем запрос. Дальше присутствует поле request method, где написано, с помощью какого метода мы делали данный запрос. С каким методом? Да, метод get. Написан status code, то есть 200 — это хорошо. Различные другие параметры. Далее присутствует, допустим, группа response headers. Это те хедеры, и до них мы чуть позже доберемся. Но, по сути, это определенные мета-данные, которые нужны для запросов, чтобы клиенты сервер понимали, о чем вообще идет речь. Да, и это то, что у нас отправляется от сервера. То есть мы можем посмотреть, что, например, сервер, который работает у JSON-плейсходера, он работает на экспрессе. Да, это рекламные хедеры, x-powered by express, и мы тем самым можем понять, что там у них стоит express.js на Node.js. Да, соответственно, там Node.js. То, что запускает JSON-плейсходер. И на самом деле это так, потому что данный сервис работает на библиотеке JSON-сервер. Если мы на нее посмотрим, то вот у нее есть GitHub, да, и здесь у нас есть описание данного пакета. В принципе, популярная библиотека, у нее 43 тысячи звезд, которая, по сути, берет и делает фейковые различные запросы. Но вернемся к хедерам. И также присутствует поле request-хедеры. Это те хедеры, которые отправляются у нас с клиента. Клиентом в данном случае выступает наш браузер. Здесь пока что не так много информации, как бы нам хотелось. В поле response мы видим реальный ответ с этого сервера. То есть чуть позже мы до этого доберемся. И в поле preview мы видим ответ, который нам Chrome распарсил. То есть здесь мы получаем уже массив, состоящий из объектов тех людей, которые мы получали. То есть, в принципе, мы сделали запрос успешно в фоне, и все работает корректно. Но нам бы хотелось как-то взаимодействовать с этими данными. И поэтому пока что у нас нет никакой возможности, допустим, вывести в консоль или как-то там проитерировать массив. Поэтому для того, чтобы обработать эти данные, мы можем обратиться к XShar. И очень важно сделать это перед тем, как мы отправили запрос. Потому что вначале мы должны добавить новый слушатель. И более универсальным способом в данном случае будет воспользоваться такой записью. Определить функцию onload. Здесь я уже буду пользоваться стрелочной функцией. Но хотя это может быть и обычная функция. Где, по сути, мы можем уже в консоли посмотреть на то, что такое XSharResponse. Теперь, если я обновлю страницу, то в консоли мы получаем те данные, которые нам и нужны были. Но здесь я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что на самом деле это не объект, а это строка. Потому что если я здесь напишу оператор typeof и спрошу, что это такое, то это у нас строка. Потому что по сети, когда у нас данные гуляют и летают, они передаются в формате строки. Там объектов быть не может. А в JavaScript нам бы хотелось взаимодействовать именно с объектами. И самым простым способом для того, чтобы получить здесь объекты, это обратиться к глобальному объекту JSON и вызвать у него метод parse. Если мы посмотрим сейчас, то теперь мы получаем уже не строчку, а реальный объект, с которым мы можем работать. Либо же есть другой вариант, мы можем не парсить ответ, мы можем указать объекту XShar, что необходимо бы распарсить по-хорошему этот ответ. То есть здесь мы можем написать XShar response type и сказать, что мы хотим, чтобы response type был JSON. Response это ответ, ну и type соответственно тип. То есть сейчас, если я обновлю страницу, то мы все равно получаем здесь объект, ну массив, да, состоящий из объектов, но уже мы можем с ним взаимодействовать внутри JavaScript. Также вы можете меня спросить, как обрабатывать ошибки. И на самом деле это делается очень просто. То есть у объекта XShar присутствует другая функция, которую мы можем определить, которая называется onError. Здесь мы определяем также стрелочную функцию. И обычно мы можем, допустим, просто в консоль лог выводить здесь какую-то ошибку, которая может содержаться также в XShar response. То есть если у нас будет успешный ответ от сервера, то мы попадаем в onLoad. Если будет ошибка, то мы будем попадать в onError, но при этом response может находиться также и в ошибке. Поэтому если мы обновим, то все работает нормально. Но если, допустим, мы справим URL на неправильный, то мы получаем уже ошибку, и вот наш консоль лог. Ну давайте вернем правильный URL адрес. И я хочу еще поговорить немного про ошибки, потому что бывают ситуации, когда, например, сервер нам отвечает как бы без ошибки, но при этом он несет в себе статус-код, который говорит нам, что произошла ошибка. Например, такой пользователь в базе данных не найден или что-нибудь в этом духе. Но при этом мы не будем попадать в onError, потому что это другого типа ошибки, network ошибки. И для того, чтобы более универсально обрабатывать все потенциальные ошибки, мы можем обратиться также к методу onLoad и здесь спросить, что если XShar и его поле статус, то есть это статус ответа сервера, допустим, больше или равен 400, то есть все, что выше 400 статуса, это у нас обозначается ошибкой. Например, вам может быть известен код 404, что-то не найдено. Или, например, 401, это отсутствие авторизации. Если статус-код больше 400, то тогда мы можем здесь выкинуть ошибку. Например, написать console.error и также XSharResponse. А иначе показывать в console.log все это. То есть это вот тоже такой момент, который стоит учитывать, но при этом мы можем к статусу спокойного обращаться и все это будет работать. Сейчас мы видим, что, по сути, метод get мы успешно отправляем, но что насчет метода post? Давайте сразу же сделаем этот метод более универсальным, потому что, по сути, мы сейчас работаем с обычными callback'ами и все это выглядит не очень красиво, и было бы неплохо сюда внедрить, например, промисы, потому что с промисами мы можем более удобно взаимодействовать, когда работаем с асинхронным кодом. Поэтому напишем универсальную функцию, допустим, sendRequest. И здесь я буду выполнять всю вот эту логику. Значит, мы хотим, чтобы метод sendRequest, он нам оборачивал все это в промис и в итоге возвращал промис. То есть мы можем сразу же написать return new promise. И если вы не знакомы с промисами, то сейчас появится подсказка на ролик, где я подробно рассказываю про то, что такое промисы и как с ними взаимодействовать. Мы просто оборачиваем некоторый асинхронный код, а данный код является асинхронным, потому что мы отправляем какие-то данные на сервер и ждем, пока они нам придут. И в эту функцию мы получаем две функции, соответственно, это resolve и reject. Метод resolve мы вызываем в том случае, когда у нас есть успех какой-то. То есть в нашем случае это xSharpResponse, если статус код меньше 400. А reject мы вызываем тогда, когда у нас есть какая-то ошибка. И в нашем случае у нас два места. И в принципе на этом все. Теперь метод sendRequest готов. Давайте теперь только в него будем принимать некоторые параметры. То есть первый параметр это будет метод. И второй параметр это будет какой-то URL. Теперь мы можем обратиться к методу sendRequest и вызвать его с методом get и сюда передать, допустим, URL-адрес. В нашем случае это переменная requestUrl. Но сейчас это будет работать странно, потому что мы принимаем теперь эти параметры, но никак с ними еще не работаем. Поэтому вместо статического get мы сюда передаем динамический параметр метод и вместо requestUrl мы сюда передаем URL. Теперь метод sendRequest нам возвращает promise, и мы можем его зачейнить, то есть вызвать метод then, где будем получать некоторую дату. И давайте в консоли на нее посмотрим. И также обработаем ошибку с помощью метода catch. Если у нас есть какая-то ошибка, то будем выводить ее в консоль. Сохраним, обновим страницу, и мы видим, что мы все равно получаем нужные нам данные, но теперь это все работает через удобный метод sendRequest, аналоги которого вы могли увидеть в каких-нибудь, допустим, разных библиотеках, скажем, в jQuery. Но сейчас мы до этого дойдем. Теперь что касается метода post. По сути, JSON-placeholder позволяет также отправлять пост запросы на данные URL, и он будет нам отвечать какими-то статическими данными. Но давайте это я скопирую и закомментирую. Здесь я напишу метод post сразу же. Но обычно метод post, он должен принимать в себя дополнительные параметры, так называемые body, то есть тот, с чем отправляется запрос. И поэтому давайте здесь создадим третий параметр в методе sendRequest, который я назову, например, body. И по умолчанию он будет равняться нулу. То есть если мы работаем с методом get, то в таком случае нам body никакой не нужен, и поэтому мы не будем никак его обрабатывать. И в нашем случае, учитывая, что мы работаем с пользователями, давайте, допустим, body мы сделаем... Ну, во-первых, это объект. И мы, допустим, его сделаем как... Допустим, name, владелин, ну или, например, age 26. То есть просто сделаем обычным объектом. Да, чтобы было более понятно, что здесь происходит, я создам отдельную переменную body и в нее занесу вот это значение. И третьим параметром я сюда передаю объект. То есть телом запроса являются объекты. Теперь как нам обработать данный body в методе sendRequest? По сути, мы просто в метод send можем передать этот объект для того, чтобы отправить также какие-то данные по сети. Но сейчас, если мы посмотрим и обновим страницу, то мы, в принципе, получили какой-то ответ, где написано id11. Но давайте посмотрим на вкладку network. Во-первых, мы видим, что у него статус 201. 201 уже не 200, 201 — это статус created. То есть что-либо было создано. И в этом плане JSON-placeholder нас не обманывает. Но если мы опустимся немного ниже, то мы увидим, что requestPayload у нас строка object object. И на самом деле я уже рассказывал в предыдущих видео, почему это так происходит, потому что когда мы у объекта вызываем метод toString, то по умолчанию он нам возвращает такую строчку. То есть тот body, который мы отправляем по сети, сейчас это не тот body, который бы нам хотелось. И действительно, мы должны отправлять не объекты JavaScript, а мы должны отправлять здесь именно строчку. Для этого мы можем воспользоваться методом JSON-stringify и обернуть в него body. Теперь же, если мы обновим страницу и посмотрим на юзеров, то в requestPayload нам Chrome парсит именно уже объект. И это то, что нам и нужно. Но в превью мы все равно не получаем те данные, которые бы нам хотелось, потому что в ответе JSON-placeholder должен нам отправить еще вот эти данные. И поэтому давайте посмотрим на request headers, то есть те хедеры, которые у нас отправляются с запросом. Мы видим, что content type header у нас находится в значении text plane. Ну и тут еще есть параметр char-set.utf8. Это кодировка, можно пока на нее не обращать внимания. Что важно, то мы говорим своим запросом, что мы работаем сейчас с текстом обычным. Но на самом деле мы-то работаем с JSON, потому что здесь мы его приводим к строке. И поэтому мы явно должны указать, что сейчас мы отправляем какие-то данные, которые находятся в формате JSON. Делается это с помощью хедеров XHR, поэтому я обращаюсь к объекту и говорю, что мне нужно вызвать метод setRequestHeader, то есть установить хедеры, которые отправляются с запросом. Первый параметр — это название хедера, он называется contentType, и у него значение должно быть application.json. Теперь, если мы посмотрим на наш запрос, я снова вонолю страницу, у нас отправляется уже два запроса, где первый запрос — это просто обычный запрос options, который абсолютно пустой, он без респонза, и по сути он служит только для того, чтобы проверить, доступен ли сервер. Далее, если мы посмотрим, то у нас есть requestHeader, и contentType поменен уже на application.json. И теперь в превью мы видим, как JSON-плейсходер нам ответил теми же самыми данными, но при этом он нам вернул еще и дополнительный ID. То есть теперь наш метод работает, и таким образом мы можем отправлять асинхронные запросы без библиотек, вот с базовым XML-HTTP-реквестом. Теперь давайте сделаем следующее. Я создам новый файл, который назову fetch.js, и в него перенесу все, что я написал до этого. И в файле index.html теперь я подключу метод fetch, файл fetch. Теперь мы разберем, как мы можем делать такие же асинхронные запросы, но только уже с достаточно новым и свежим API метод fetch, который доступен в браузерах. Перед этим я хочу сказать, что данный метод используя XShar, он более универсальный, потому что практически все браузеры его поддерживают. То есть этим вы можете с него пользоваться, и у вас на всех браузерах будет одинаковый код. Здесь в методе fetch я, по сути, возьму и все это удалю, потому что у меня будет один метод sendRequest. И давайте начнем с get-запроса. Но его уже я напишу, используя fetch API. Здесь на самом деле все очень просто. У нас присутствует в браузере метод, который называется fetch. Мы можем его вызвать, и сразу же стоит понимать, что метод fetch нам возвращает promise. Учитывая, что sendRequest у нас и так возвращает promise, то мы можем сразу же написать return. Далее. Первым параметром метод fetch принимает себя url, то есть тот адрес, по которому мы делаем запрос. И, в принципе, этого нам достаточно для того, чтобы выполнить метод get, потому что по умолчанию метод fetch будет выполнять нам метод get. Но, учитывая, что нам возвращается promise, то мы можем здесь сразу же его зачинить с помощью метода тэна. Однако, давайте пока этого делать не будем, и посмотрим в браузере на то, что у нас там будет в консоли. Обновляю страницу, и мы получаем вот такой теперь интересный объект. То есть у нас пока нет тех данных, которые мы хотели бы увидеть. Это массив пользователей. Мы получаем вот такой объект, который называется response. Тут написано глобальный класс, от которого был создан этот instance. Здесь, например, присутствуют различные интересные данные. Например, есть объект хедеров, поле ok, которое говорит, есть ли ошибка в запросе или нет ошибки в запросе. Статус ответа. 200 и, например, url. Однако, если мы посмотрим на body, который мы можем раскрыть, это getter, то мы увидим, что body на самом деле это readable stream. И сделано это во имя оптимизации, что, допустим, если мы получаем какие-то большие данные с сервера, то он будет поэтапно их получать. Но мы бы хотели здесь увидеть тот массив, а не readable stream. Поэтому, как мы можем поступить? Учитывая, что мы можем работать с промисами по-разному, то в методе sendRequest мы можем сразу же обратиться к then и здесь получить некоторый response. И у response мы можем вызвать метод, тоже, да, то есть это то, что мы получаем с сервера, но обернутое в fetch API. Мы здесь можем вызвать метод, который называется, например, response.txt, который возьмет и этот readable stream приведет нам уже к тексту. Если мы обновим страницу, то мы моментально в конце логи получаем ту самую строчку, которую получали при xshare. То есть видите, что, в принципе, это удобно, и теперь мы можем ее распарсить. Но делать это не обязательно, потому что вместо метода the text мы можем вызвать метод json, который, кстати, также возвращает промис. И если мы обновим страницу, то сейчас мы получаем здесь уже готовый набор объектов. То есть, в принципе, с этим мы также закончили, и по большому счету это все, что касалось метода get. Теперь разберемся с методом post. Закомментирую. Это я верну. Здесь мы также передаем метод и передаем body, который нам необходимо обработать. В методе fetch это также делается очень просто. То есть вторым параметром в метод fetch после URL мы передаем объект конфигурации, где, допустим, указываем такие параметры, как метод, который в нашем случае равняется методу. Также мы можем сюда указать body. Но здесь ровно такая же история, как и с прошлым вариантом, когда нам нужно все это обернуть в json stringify, параметры body. И для того, чтобы указать здесь какие-то хедеры, то мы так и пишем, что нам потребуется ключ headers. И давайте я отдельно создам переменную headers выше, который по умолчанию будет равняться пустым объектам. Но на самом деле пустым объектом его делать не обязательно, потому что для того, чтобы теперь указать хедеры, мы можем здесь просто перечислять как ключ и значение все эти хедеры. То есть в нашем случае это content type, который равняется application.json. И теперь, если мы сохраним, я вновим страницу, то мы получаем исходный консоль log, уже выполняя метод post. И последнее, что я хотел бы вам рассказать в рамках данного урока, это то, как вы можете обрабатывать различные ошибки. То есть, например, мы все-таки попали в этот then, но в респонде содержится какая-то ошибка. Поэтому здесь мы можем сделать следующее. Мы можем спросить, что если респонс и его поле ok, то есть либо ok флаг, либо мы можем также воспользоваться статусом и сказать, что он больше или равен, точнее меньше 400, но мне больше нравится пользоваться флагом ok, то тогда мы просто возвращаем json и все. Но в противном случае, если есть какая-то ошибка и этот флаг находится в значении false, то тогда я буду возвращать респонс json, но здесь мне нужно уже будет формировать ошибку. И учитывая, что это также promise, то здесь я могу вызвать метод then. Здесь я получаю некоторую ошибку. И, по сути, здесь я могу создать уже какую-то свою логику, например, свою собственную ошибку. То есть, допустим, создаю объект e, это будет newError. Здесь мы можем придумать какой-то текст, например, на основе этого текста, который попадает нам в объект Error, или какой-то свой текст, например, что-то пошло не так. Дальше, допустим, мы можем в eData занести объект ошибки, чтобы впоследствии с ней работать. Ну и здесь, в общем-то, с помощью оператора throw выкинуть эту ошибку. То есть, например, это один из способов, как мы можем это делать с помощью fetch.op. Да, и сейчас, если мы сохраним, то мы все равно получаем наш ответ, потому что, ну, нет никаких сетевых ошибок. То есть, как видите, в принципе, здесь также нет ничего сложного. То есть, все библиотеки, например, Axios или jQuery, они построены на этих двух методах, которые являются нативными для браузера, и вы можете смело, допустим, писать вот подобную логику и не подключать при этом дополнительные библиотеки. Но при этом у них есть, конечно же, свои определенные бонусы, которые вы можете почитать на официальных сайтах, например. Но, однако, важно понимать, как в принципе работает вот это клиент-серверное взаимодействие и как вы можете это реализовывать самостоятельно. Поэтому я надеюсь, что данный урок вам был полезен и увидимся с вами в других видео. Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!